День уфолога сегодня отмечают во всем мире. Как обычно, известные российские искатели НЛО празднуют его в экспедиции. Несмотря на 40-градусную жару, они весь день на боевом посту под палящим солнцем. Задача на сегодня – измерить параметры знаменитых в кругах любителей непознанного армавирских пирамид. Но это не так просто. Вот это место человеком было срыто для того, чтобы провести дорогу. Для того, кто здесь прокладывал дороги и ставил вышки электролиний, этот холм может и казаться обычным явлением природы. Но уфологи его называют едва ли не фантастическим. Небольшая гора по внешнему виду напоминает террикон, утверждает бывший шахтер из Луганска. А значит, она возведена руками человека. Она создавалась именно в целях создания самой пирамиды. Либо это косвенный какой-то отвал, свидетельство о том, что где-то неподалеко проходили горновымочные работы. Без проведения дополнительных проб, разведок, копаний, я бы не могла этого сказать. Но он очень древнее, древнее, чем человечество. Выезд на подобные объекты в разные районы юго-востока края едва ли не каждый день. А сам лагерь космопоиска в начале лета был разбит недалеко от Новокубанска. Именно здесь уфологи со дня на день ожидают появления кругов на полях. Жизнь в лагере космопоиска начинает бить ключом к вечеру. Именно в это время участники собираются вместе, обсуждают полученную информацию, строят планы на завтрашний день. Но самое главное, именно ночью выставляются наблюдательные посты, главная задача которых — засечь появление кругов на полях. Уфологам известно, что круги неизменно появляются в так называемую астрономическую полночь. Для каждого населённого пункта у неё своё время. Для этих мест — это час и 24 минуты ночи. В это время участники экспедиции надеются увидеть того, кто оставляет загадочные пиктограммы на полях. По словам уфологов, за этой информацией сейчас во всём мире идёт своеобразная гонка. Политики, как сейчас выяснилось, осознают, что та страна, которая первая станет раскроет секреты техногенных НЛО и поставит эти секреты на службу себе, эта страна имеет все шансы стать своеобразным монополистом, использовать возможности, которые при этом открываются. Возможно, именно в этом году удастся разгадать и смысл пиктограмм. Пока учёные считают, что это не разговоры о вечном с неземными цивилизациями, а лишь навигационное общение между космическими пилотами. Хотя уфологи ничего не исключают. Истина, как говорится, где-то рядом.